Отрасль образования в Сочи это более 76 тысяч школьников и дошкольников, почти 8 тысяч работников, 168 образовательных организаций, в каждой из которых есть свои большие и маленькие достижения, в основном в области инновационной деятельности. Например, 67-й Бутхинский садик стал краевой инновационной площадкой, благодаря разработанной коллективом экологической тропе на территории дошкольного учреждения. И все это в рамках инновационной программы «Юный эколог Кубани». Это 19 мест, где дети знакомятся с конкретными растениями, учатся за ними ухаживать, смотрят, как они реагируют на дождик, на солнышко. Дети приобретают конкретные, не абстрактные, а конкретные знания. Ежегодно в Сочи прибывают в полку лучших учителей года. На этот раз среди победителей профессионального конкурса оказалась представительница молодого поколения, учительница начальных классов с начала 55-й школы, сейчас 8-й гимназии Ольга Забарова. Профессия учителя, наверное, самая лучшая в мире, потому что, когда ты учитель, ты можешь быть кем угодно. Утром ты серьезный педагог, вечером ты режиссер, который пишет сценки для детей. Ты сможешь реализовать себя во всех сферах благодаря этой замечательной профессии. То, что педагог – это человек, от которого зависит качество образования, а также воспитание школьников, на общегородском педсовете отметила и начальник управления образования. Что же касается поддержки учителей, то это забота муниципалитета. Да, мы достигли определенного уровня заработной платы, огромная благодарность краю, это заслуга региональной власти, но мы не стоим в стороне. Муниципальная власть чем может помогает и поддерживает педагогов. Это и служебное жилье, это и доплаты главы города. В Сочи необходимо входить в дорожную карту края. Наша дорожная карта по строительству школ уже создана. Есть уже участки, выделено 12 участков для строительства школ. Софинансирование в городе обязательно будет. В Сочи за последние пять лет построено семь новых детских садов и 11 пристроек. В них открыты группы на почти 9 тысяч мест. Уровень финансовой обеспеченности образовательных организаций не будет снижен, подчеркнул сегодня и сам глава Сочи. И это несмотря на условия жесткой финансовой дисциплины. Если говорить о бюджете образования, то город в 2016 году расходует на образование 1 миллиард 237 миллионов рублей. Это почти 11% всего муниципального бюджета. Если говорить о темпах строительства детских садов за время нашей совместной работы в городе Сочи, начиная с 2009 года, то построено их семь новых детских садов и 11 пристроек. В них открыты 354 группы на 8 860 мест. Вы, дорогие мои, крайне поменялись за эти пять лет. Вы выросли точно на 3-2 ступени. И это очень здорово. Наверное, этому способствовала и материально-техническая база, которая растет с каждым годом. Наверное, это забота и властей, потому что около 250 квартир получили вы за это время. Это, конечно, огромная наша с вами победа. И тем не менее, отмечает Анатолий Пахомов, очередь на получение путевки в детский сад растет ежегодно почти на одну тысячу человек. Поэтому ликвидация очереди в дошкольной организации остается одной из горящих проблем курорта. Решается в городе и вопрос ликвидации второй смены. В первую очередь школы построят на Мамайке и в Беранде. Ну а в преддверии 1 сентября мэр обратил внимание на вопрос безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. На эти цели город выделил 98 миллионов рублей. Родители не должны беспокоиться за жизнь своих детей, подчеркнул Пахомов.